Диана Вишнева На сцене царство балерины, ищущий путь к пониманию, прежде всего, своих возможностей. И мы видим, что эти возможности безграничны. Диана не идет по проторенному пути. Она прокладывает этот путь сама. Она сама ищет возможности для реализации себя как артиста, как человека. Она копается в себе и копается очень в его голову. Диана Вишнева Почему называется «грани»? И вообще это называется «на грани»? Вся моя жизнь, в принципе, на краю, на грани того, невозможного. То есть я берусь за то, что я где-то понимаю, что я должна достичь, а не то, что я к этому уже пришла. Диана Вишнева Чтобы сделать такую работу, какую показала я сегодня, это нужно пройти очень много ступеней до этого. То есть так не бывает, что ты вот захотел наконец-то вот драматически выразить себя, пластически драматически, потому что здесь очень много уже такой драматургии, театральной даже, пластической, не только балетной. Я вообще не хочу разделять классический репертуар современный. Есть для меня танец. Но в этом танце, конечно, в современном ты намного больше можешь сказать, чем в классическом. Я всегда возвращаюсь в классическом репертуар. У меня до такой степени открывают совершенно другие грани, что я могу уже перенести в классический репертуар. Когда ты понимаешь свободу, какой-то, я не знаю, мысль другой становится. То есть ты передаешь эмоции не ради эмоций. Ты понимаешь, что они рождаются. И это дает только современная хореография. Они рождаются из абсолютно твоей души. Говорят, почему вот только вот русские танцуют там душой в классическом репертуаре. Я всегда видела эту душу именно в западных постановках, в западную. Понимаете, для меня были всегда откровением работы Пенни Бауша, у меня всегда была откровением работы Бижара, когда они использовали театр. Должен быть абсолютным владением физикой и техникой. Без этого никакого актерского мастерства, но, естественно, это уже другая ступень реализации. Иногда мне кажется, что это уже не я танцую, а что-то, как бывает очень часто, что тебя на сцене что-то движет. Но здесь эта хореография, она совершенно меня превратила. Она открыла мне даже не только меня как танцовщицу, как новый стиль, как новую хореографию. Она открыла мне какие-то понимания себя как женщину. Очень сильно меня даже как-то изменило. Поэтому очень благодарна Каролина. Я всегда понимала, что балерина для меня, прежде всего, это артист. И что мне важно отрывать другие. И слышат сквозь решетку мужа тюрьмы своей. Вот когда ты понимаешь, что вот этот голос идет, и ты этот голос совершенно вкладываешь в свое, даже не движение, а, я не знаю, движение души. Когда ты понимаешь, что танцует вот уже что-то внутри тебя. Пользованный определенный такой, да, момент уже есть, когда в театр переходит зал. Но тут до такой степени абсолютное одиночество, и вдруг раз, и делишься этой своей горечью, сладостью, я не знаю. И ты можешь лимон рассматривать и как желтый свет и солнце. И когда ты понимаешь, что это горечь, и в то же время тебе хочется его сока чудотворного. Диана, она вызывает большое уважение. Мне интересно всегда, мне нравится, что она мыслящая, что она думает, что она ищет, что она пробует что-то. Вишнева является такой балериной, с такими, так сказать, возможностями, с такими данными во всех отношениях, которая должна пользоваться тем, что Бог дал все-таки короткую и сценическую жизнь, и перетанцевать столько, сколько она может, перетанцевать. Она интересна в своих пластических трансформациях, в том, как она умеет наполнить любой простой какое-то телодвижение, наполнить каким-то нервом.